Москва, центр. За моей спиной находятся главные достопримечательности столицы. Это Красная площадь, Кремль, Храм Христа Спасителя, Храм Василия Блаженова, главный универмаг Москвы, парк Зарядья, Государственная Дума, Охотный ряд, бескончаемый поток туристов, бесконечные километры пробок и вечные выбросы выхлопных газов. Вокруг меня миллионы местных жителей и тех, кто приехал в Москву попытать свою удачу. По всей нашей стране москвичей считают зажиточными людьми, которые жизни-то настоящей не видели. Вокруг нас, по сути, одни миллионеры, ведь самая простая квартира в этом городе начинается по цене от 5 миллионов рублей. У них есть работа, у них есть машины, у них есть дорогая недвижимость, у них есть любое возможное времяпрепровождение досуга, потому что это самый богатый город нашей страны. У них есть безупречная европейская чистота, которая действительно может позавидовать любое европейское государство. У них есть все необходимые блага для комфортной жизни в городе. У них даже есть тело Ленина. Сегодня 26 декабря. В городе нет снега, но в городе есть деньги. Соответственно, создать праздничное настроение здесь это не проблема. Если у вас есть 5 миллиардов рублей и вы хотите себе купить недвижимость, здесь у вас будет такая возможность. Кто впервые приезжает в Москву, либо приезжает сюда очень редко погулять туристом, их удивляет динамика города. Постоянные пробки, постоянное скопление людей. Достаточно спуститься в метро в час пик для того, чтобы получить новые незабываемые удовольствия. А кто-то живет прямо в этих каменных джунглях, потому что за моей спиной улица Тверская, на которой находятся жилые дома, и здесь можно купить квартиру. Правда, стоить она будет очень-очень дорого. Если мы с вами пойдем в обратную сторону, то буквально километр отделяет нас от храма Христа Спасителю и улицы Остоженка. Остоженка именуется в простонародье как Золотая Миля. Там недвижимость стоит просто бешеных денег. Но сегодня мы будем говорить не про богатство. Мы сегодня с вами посмотрим на этот контраст. Как живут люди, у которых две руки, две ноги, одна голова, но они живут в самом богатом городе страны. И мы отправимся в простую деревушку, в простое поселение и посмотрим, как там живут точно такие же люди, но совсем другие. В общем, о богатстве этого города можно говорить часами. С экранов телевизоров нам рассказывают о том, что все хорошо в стране. И в этом городе можно подумать, что именно так и есть. Потому что подумать здесь о том, что где-то там в стране какой-то кризис, когда все кафешки, где бешеные цены заполнены от и до, машины, которые стоят по 7, 8, 10, 15 миллионов рублей, 3-4 миллиона, ты этим даже никого не удивишь. Что об этом говорить? Вы все это прекрасно знаете, что Москва это не Россия. В общем, давайте с вами перемещаться совсем в другую реальность и посмотрим, как же живут люди в нашей стране всего лишь в 150 километров от Москвы. Мы с вами улетели за 150 километров от Москвы по трассе М4 в сторону Тулы. Друзья, до Москвы 150 километров, до Тулы 80 километров. И мы находимся в интересном месте, где рядом с нами находится воинская часть, которая когда-то была секретной. На сегодняшний день про нее куча информации в открытом доступе. И рядом находится поселок, который когда-то был городского типа, и он очень сильно и динамично развивался. И вот здесь я вам хочу показать пару интересных моментов. Сейчас вы видите воинскую часть, которых по нашей стране построено было немало. В данном случае строительство этой воинской части началось в 1969 году. И для жителей местных сел и деревень это был самый настоящий оазис в лесу. А все почему? Ну посмотрите. За короткие сроки было построено 8 пятиэтажных домов. Во дворе каждого дома была детская площадка. Было построено 2 детских сада. Была построена младшая школа. Была построена старшая школа. В силу того, что это воинская часть, вопросов к спорту быть не могло. Был большой стадион. Было большое количество различных тренажеров. Была хоккейная коробка. Была баскетбольная площадка. Был парк, где можно было бегать. Где были беседки. Рядом, в лесу, было огромное количество лыжных трасс. Был свой кинотеатр. Был свой бар и ресторан. Были свои магазины. В общем, на территории этой воинской части был самый натуральный микрорайон, в котором царила жизнь. И самое главное, что все эти воинские части были полностью автономными. У нее была своя котельная. В домах всегда было тепло. Всегда была горячая и холодная вода. Внутри домов был газ. Для жителей близлежащих деревень это был самый настоящий оазис. Потому что в некоторых из них до 1987 года просто-напросто не было даже электричества. Про котельную, про центральную канализацию я и вовсе молчу. Этого нет и по сей день. Были дачные участки, люди здесь растили картофель, клубника. В общем, здесь кипела самая натуральная жизнь. Постоянно жарились шашлыки на праздниках. Люди жили. Но со временем часть начала рассыпаться в силу того, что появлялись различные военные реформы. И в целом ее актуальность становилась все меньше и меньше. И таким образом люди начали отсюда убегать. И как вы думаете, куда же начали убегать люди? Не в подобные воинские части. Конечно же, большинство из них бежит в крупные города. И не потому, что, возможно, они этого хотят, а потому, что так настроена жизнь. Вот эти подобные селения, поселения сегодня нафиг никому не нужны. Откуда я все это знаю? Да прожил я в этой части с 92 по 2001 год. И все это развитие было тогда. А с наступлением 2000-х годов, с каждым годом, часть и жизнь в ней начала угасать. И на сегодняшний день она еще до сих пор существует и до сих пор функционирует. Многих военных посокращали. Ранее сюда призывали очень много солдат для службы в армии. На сегодняшний день, если их и призывают, то в совсем другом количестве. То есть все стало в единичном экземпляре. Людей становится в этой части все меньше и меньше. И не за горами тот день, когда и вовсе эту часть расформируют. Сегодня здесь есть жизнь, но это маленький огонек, маленькое пламя. Вот посмотрите, военнослужащие, которые здесь работают, они получают в среднем 70-100 тысяч рублей. При этом у них есть жилье, теплое жилье. И они платят исключительно за коммунальные услуги, ведь оно к ним переходит в социальный найм. Понятное дело, что оно никогда не станет их собственностью, но тем не менее, крыша над головой есть. Стабильная работа есть. Возможность расти детей своих есть. Но на сегодняшний день это совсем иначе. Это не так, как было раньше. Раньше шло развитие, постоянно появлялось что-то новое. А на сегодняшний день бассейн уже не функционирует. Ну и многие объекты, которые были на территории этой воинской части, потихонечку загибаются. И я вам это показываю, рассказываю специально для того, чтобы напомнить вам о том, что раньше вот в этих лесах, которых по нашей стране сотни, а то и тысячи, была жизнь, было развитие. Но сегодня этого развития нет и его просто-напросто не будет. Ну и не будем, конечно же, забывать, что люди здесь оказываются не случайно. Их сюда присылают по назначению. Все-таки это воинская служба. Но здесь неподалеку есть гражданская жизнь. Вот поехали туда и я вам покажу, что такое гражданская жизнь в подобных местах. Тили-тили-бом, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Тили-тили-бом, кричит ночная птица. Он уже пробрался в дом к тем, кому не спится. И это точка поселок городского типа Мордвес. Отличное место для того, чтобы напомнить, как это было раньше. Ведь подобных поселков по нашей стране было достаточное количество. И они когда-то даже становились некими градообразующими поселками, не побоюсь этого слова. Начнем в первую очередь мы с вами с истории. Первое упоминание об этом поселке началось в 1899 году. А история здесь очень интересная. От Москвы до Новомосковска строилась железная дорога. И здесь построили станцию, вокруг которой начало разрастаться все это село. То есть мы можем сейчас сесть на электричку и доехать до Павелецкого вокзала, до центра Москвы. И вот здесь вот все и кроется, друзья. Мегаполис Москва развивался. Строили железную дорогу, вокруг которой и начал разрастаться весь этот поселок. Интересный факт, что в 1941 году, когда немцы напали на нашу страну, они дошли до сюда. То место, где мы с вами стоим, они здесь катались на своих немецких фашистских мотоциклах. Водонапорная башня. Ведь раньше ездили паровозы и им нужна была вода. Здесь были все необходимые краны для того, чтобы эти паровозы заправлять водой. И вот, казалось бы, в чистом поле появился поселок Мордвец. Почему его так назвали? Да потому что здесь неподалеку есть речушка. И, собственно, далеко ходить не нужно. Здесь речка Мордвец, значит, и поселение будет называться Мордвец. И изначально оно было, естественно, очень маленькое, но оно начало развиваться бешеными темпами. Тогда, но не сегодня. Он становился поселком городского типа районным центром. Здесь было отдельное здание суда. Здесь были, естественно, свои школы, детские сады. Здесь строились частные дома, здесь строились многоквартирные дома. Здесь действительно кипела и развивалась жизнь. Кирпичный завод, молокозавод, хлебный завод. В общем, развитие шло полным ходом. И в пиковое время развития этого поселка население достигало 8-10 тысяч человек. Но на сегодняшний день, на 2020 год, население этого поселка менее полторы тысячи человек. Знакомьтесь, местный житель Вадим Андреевич, который согласился нам дать возможность пообщаться. Владимир Андреевич, расскажите, пожалуйста, как давно здесь живете? Ну, лет, наверное, 30 я живу. За последние 30 лет, вот просто кратенько, развитие в поселке идет? Ну, скажем, что никакого развития нету ни хрена. Раньше была серьезная техника, колхозы были, совхозы. Ну, только остался один совхоз в Трухачевке. Все, больше никаких. Здесь был и совхоз, и молочный кабинет был. Ну, имеется в виду, молокозавод. Все развалили. Кирпичный завод был, тоже такая самая система. Работа сегодня где? Вот местные жители, вот вы живете, другие ребята здесь живут. Работа? Ну, большинство все работают в Москве, ближе где-то. А в Тулу? Ну, в Тулу, я не знаю, ездить, не ездить, не могу сказать. Но в основном все прутся на работу в Москву. И каждое утро встают, ездят туда и возвращаются. Ну, не каждое утро. Кто на вахте встает, ездит. Кто, как говорится там, какой график работает. А здесь по местности чем-то можно? Где-то вообще хоть какая-то работа есть? Ну, может быть, где-то и есть. Но тут зарплата очень маленькая. Маленькая-то сколько? Ну, я даже не могу сказать 5-10 тысяч, 12. 5-10 тысяч, и мы находимся буквально в 150 километрах от Москвы. По центру Москвы, так скажем. У вас как жизнь развивается? Ну, если работаешь, то идет. А если не работаешь, то не идет. А по поводу продуктов, вот мне очень интересный момент. Вот смотрите, в основном все сейчас в городах закупаются в сетевых магазинах. Это вот накачанные курицы и так далее. В подобных поселках, и в частности в этом, вот у вас какая-то скотина своя есть? Скотина не держим, потому что все дорого. То есть невыгодно даже все не содержать. А, что держим? Свет плати, а то плати за все плати. И толку с этого. А вот дети, например, внуки, ну, я понимаю, так что взрослые все уезжают так же в город. Ну, детские сады есть, школа есть, а дальше приспектива какая. Если от Москвы, например, тут доходится 150-170 верст, чтобы добраться до той самой Москвы, если нет транспорта своего, то добраться никак невозможно. Это надо выходить на М4, смоловить машину, ну, имеется в виду автобус. С момента основания этого поселка был построен также магазин, который на то время был самый крутой. И снабжался он по линии железной дороги. То есть здесь было на тот момент из продовольствия все, что можно было купить. Колбаса, хлеб, в общем, все изыски тех времен. Здание осталось в том же самом виде. Но только здание сегодня это не работает. Кто-то, видимо, пытался его брать в аренду для того, чтобы организовать свой новенький бизнес. Но, тем не менее, как вы видите, дело не пошло. За моей спиной крупные логистические склады, а точнее то, что от них осталось. Раньше сюда привозили все возможные товары. Вот все, что было, ковры, мотоциклы, велосипеды, различного рода техника. Друзья, все, что можно было привезти, все привозилось и складировалось здесь. То есть здесь был отдельный пункт приема. По левой стороне здесь шли также дополнительные склады по приемке стеклотары, ветоши, макулатуры. В общем, все, что можно было принимать, здесь была и кипела огромная жизнь. На сегодняшний день вы видите то, что здесь просто-напросто остались самые настоящие поля, разруха. Да, собственно, вообще здесь ничего не осталось. Вот здесь была железная дорога. Все, что от нее осталось, это вот шпалы. Потому что рельсы сдали на металлолом. Как это происходило? Вот так вот шли вагоны, и они потихонечку подходили непосредственно к самому пандусу. Здесь работало порядка 30 человек. Сюда подъезжали поезда, и их, соответственно, начинали разгружать. Это на сегодняшний день здесь полная разруха. Но раньше здесь, как я уже неоднократно сказал, кипела огромная жизнь. Здесь также есть подвальное помещение огромное. Здесь происходили все действия, а по той стороне уже приезжали люди. В тот момент существовало районное потребительское общество, сокращенно РАЙПО. И именно они принимали весь этот товар, развозили его по соседним деревням, селам. В общем, распределяли его в нужном количестве на каждое поселение. После войны, естественно, начался в стране бурнейший рост. И вот эти вот места были просто-напросто, ну как говорится, козырными. Все дома, которые здесь тогда строились, это просто была элита какая-то. Смотрите, рядом здесь есть пруд. За моей спиной туда-дальше была швейная фабрика. Ну и самое главное, железная дорога, на которой бурлила жизнь. Вот можно себе представить сегодня, что когда-то вот эти поселения, вот тогда здесь было действительно круто жить. И многие люди, которые жили в маленьких деревушках, естественно, мечтали сюда переехать. Друзья, ознакомьтесь дальше. Это Юля. Но Юля с Москвы, она здесь проживает в силу того, что у Юли здесь есть дача. Юля, расскажи, пожалуйста, как тебе вообще в целом приезжать сюда, наслаждаться природой? Я как коренной москвич, у которого даже прабабушка из Москвы, предпочитаю находиться здесь больше, часть свободного времени. Я очень устаю от города, поэтому для меня здесь вообще совершенно микромир. И я приезжаю сюда и живу своей маленькой тихой жизнью хотя бы пару раз в неделю. Но вы приезжаете, потому что у вас есть дети, правильно? Нет. Без детей. Да, у меня нет детей. Это не мое. И чем вы здесь занимаетесь? Ну, вы знаете, смотря на то, что у меня нет детей, я гоняю на горке, на ватрушках, езжу верхом, хожу на лыжах. У нас тут лыжня своя есть. Поверьте мне, бегаю по утрам, кстати. Да, тут есть чем заняться всегда в деревне. Тем более у нас есть огромная компания, мы очень дружные. Мы делаем пельмени, шашлыки. То есть живете, получаете удовольствие? Абсолютно. Была бы возможность уехать из Москвы сюда на постоянное место жительства? Сделали бы это? У меня есть эта возможность. Я даже периодически это делаю. Но полностью от Москвы отказываться я не могу, потому что так или иначе это наш большой бизнес-центр офис и плюс там семья. Но, скажем, на контрасте, да. В общем, вы получаете удовольствие, вы бы здесь с удовольствием как бы как жили, так и продолжали бы жить. Правильно? Пожалуйста, вам не на что. Конечно, да, потому что в деревне намного круче. Если мы поедем по этой дороге в ту сторону, то мы упремся в хорошую, мощную больницу на тот момент. Как выяснилось, больница еще частично действующая. За моей спиной все, что осталось от КПП. Раньше здесь был большой яблоневый сад, и по весне здесь, естественно, была красотища. Все те, кто смотрит советские фильмы, конечно же, меня поймут и вспомнят, потому что типичные постройки были по всей нашей стране. Здесь был огромный остановочный комплекс, то есть сюда приезжали автобусы, разворачивались. Поблизости здесь был инкубатор, где выводили цыплят. Друзья, здесь была жизнь. То, что осталось сегодня, вы сами видите, пустота. По левой стороне у нас раньше здесь был огромный школа-интернат. Это была школа для младших классов. На сегодняшний день ее не бросили, как вы видите, и пытаются ее восстанавливать. То есть на данный момент, вы даже можете посмотреть, жизнь в поселке все равно, но кипит. Вот это взрослая школа рядом, здесь есть мощный стадион. В общем, для детей в любом случае инфраструктура еще осталась. Куда прийти поиграть можно, я этому даже удивлен. Потому что, когда мы только заехали сюда, было такое ощущение, как будто жизни здесь нет вообще. Но в любом случае, вы даже с коптерами видите, что масштабы в принципе неплохие. И вот в советские времена все хорошо продумали, потому что все было на самом деле в шаговой доступности, и все шло понарастающе. Так, например, стадионы, клуб, где можно было хорошо провести время. Когда мы идем дальше, мы упираемся в здание администрации, в детские сады, главная площадь, главный рынок, где, собственно, происходили все мероприятия, торговли. Всегда в нашей стране очень хорошо относились к памяти Великой Отечественной войны. И там есть памятник неизвестному солдату, где происходили все главные мероприятия, когда происходили, например, те же самые празднования Дня Победы. Мы находимся в центральной части поселка, где обычно происходило полтворение по выходным дням. Естественно, раньше здесь появлялись различные палатки, куда привозили люди одежду, то есть была та же самая натуральная жизнь. Друзья, отличный бы вариант сейчас общаться с кем-то из молодежи. Была такая возможность, мы подъезжали к школе, выходили ребята 15-16 лет на камеру, никто ни с кем общаться не хочет. Хотя все смотрят YouTube по секрету, они мне сказали. Я говорю, ну как вы здесь время проводите? Стоят, смеются, покуривают цигарочку. Как они проводят время? Распивают алкогольные напитки, собирают с своими друзьями. То есть все, в принципе, точно так же, как в Москве. Я говорю, а вот какие-то там мероприятия спортивные. Какие спортивные мероприятия? О чем-то? Интернет есть, интернет в городе есть. Он от мобильного устройства. То есть такое, чтобы кабельный был, есть в подобных домах, которые трехэтажные. Подскажите, пожалуйста, как продажи, как торговля? Вот я смотрю, появляются сетевые магазины. С точки зрения продаж у вас как бы хорошо, плохо, жалуетесь, не жалуетесь по работе? Да так, конечно, эти открылись уже хуже. Уже хуже. Но в любом случае, смотрите, у вас селедочка, сало, рыбка. Это куда, мне кажется, вкуснее и интереснее, нежели чем то же самое можно купить в магазине? Оно же то же самое не будет. Здесь натуральные продукты. Люди приезжают, ценят вообще натуральные продукты? Не все. Отвыкли люди от хороших продуктов. А вы давно здесь живете? Всю жизнь. Всю жизнь. А вот когда, как раньше, да, здесь были, я помню, различные палатки, много было людей продаж. Сегодня это все уже потихоньку-потихоньку уходит на нет. Вот если бы у вас была бы возможность уехать куда угодно, не обязательно в Москву, не обязательно в Питер, вы бы сделали это или вы уже считаете то, что... Нет, я уже здесь прожил все. А молодежь? В основном, вот вы как бы здесь живете, в любом случае знаете, о чем они общаются? Мечтают уехать? Стремятся уехать или... Ну не все, но в основном, да, все хотят. А куда едут в основном? В город Москву, куда еще? Ну Тула, Питер, другие города, миллионники, нет? В основном Москва? В основном Москва, да. А москвичей вообще много приезжают сюда? Много. Дачи строят, покупают? То есть москвичи как бы эти места любят. А кстати, москвичи приезжают, натуральные продукты ценят? Кто ценит, тот берет, а кто не ценит, они берут дешевле. Вот разбегаются, они берут все. В целом, жизнь как проходит? Проторговали, домой, отдыхать, и так каждый день? И так каждый день. Утром встал, обеихся. То есть день сурка? Да. Я иду по руинам Макдональдса. Здесь раньше был Макдональдс, и он заброшен. Может такое быть? Конечно же нет. Друзья, мы находимся на территории бывшего молокозавода. Раньше здесь было масштабное строительство, где делали сметану, сливки, молоко, творог. И все это было натурально. Раньше, но не сегодня. Люди с соседних деревень всегда привозили сюда молоко, ведь у каждого была в семье корова. Надоили, что-то оставили себе, что-то продавали. То есть им за это давали деньги. Из этого натурального молока, собственно, делали молочные продукты. И это было востребовано, а сегодня такое ощущение, как будто молочные продукты никому не нужны. Мы можем прийти с вами в сетевые магазины, там, конечно же, мы увидим 100% натурально. Но все мы с вами знаем, что из натурального там только слово натуральное. Друзья, вот такая картина. Ответьте мне, где это развитие? Вот многие говорят, надо развивать. А почему не развивают? Кому вопрос задавать? Что, молоко, молочные продукты не нужны? Здесь также был кирпичный завод. Что, кирпичи больше не нужны? Здесь также был хлеб завод. Что, хлеб больше никому не нужен? Где жизнь? Кто за это ответит? Вот вы всегда говорите, вот, надо что-то развивать. Я с вами полностью согласен. Поймите правильно, мы с вами не спорим. Я вам лишь в этом ролике показываю реальную жизнь, что происходит на сегодняшний день в селах. Я вам подчеркиваю, что мы уехали не за полторы тысячи километров, не за пять тысяч километров. Мы уехали всего лишь за 150 километров от Москвы. Вас зовут как? Тамара меня зовут. Был завод, у нас было несколько совхозов ближележащих. Все сюда молоко возили, делали творог, сметану. Вкусное было все? Очень вкусное было, натуральное. А в какой момент все начало разваливаться? Вот было же дикое развитие, все шло вперед, вперед, вперед и просто в один... Ну, 90-е, когда все совхозы прекратили существование. Ну, распаду Советского Союза. А все молоко, кто возил? Никто, коровок не встало, молока... Вот с 92-го года, условно, Союз распался. И сколько потребовалось времени, чтобы здесь встала такая разруха? Ну, по вашей памяти, там 3-5 лет, 10? Ну, может, 3-5. 3-5 лет, и все, и жизнь сразу умерла? И жизнь умерла. А куда в основном люди побежали? В Москву. Все в Москву? Почти, ну, в Тулу еще. В Тула, Москва, в общем, в крупные города? В крупные города, ближележащие. Если бы сейчас людям предлагали вот такой вариант, говорили бы, смотрите, мы купим ваше жилье, государство бы сказал, там, по ту цене, по которой вы за него попросите, и предложат вам вариант переехать в любое место по России. Ну, вы там, например, скажете, в Питер хочу, в Сочи хочу. Есть какие-то пожелания бы? Вы знаете, если бы у нас вот здесь была бы работа, вот тогда бы никто бы не уезжал. В общем, если вернуть, как было раньше... Ну, хотя бы не как было раньше, а хотя бы была бы работа. Ну, и последний вопрос. Вы как считаете, вообще, развитие в поселке когда-то будет, или уже его никогда здесь не будет больше? Вообще, у нас перспективный поселок. Железная дорога рядом. Ну, это основное у вас. Основное, Москва рядом. Газ у нас есть. Да. Ну, работы нет. За моей спиной совхоз Мордвеса. Точнее, то, что от него осталось. Раньше здесь были масштабные работы. Так, например, дальше были склады Яблоневые. Тут были огромные плантации Яблоневого сада, где культируется такой сад, как Антоновка. Здесь все это собирали, отвозили на ту самую железную дорогу, и эти яблоки уезжали на север. Отличный бизнес был тогда для всей страны, подчеркиваю. Не для одного человека. На сегодняшний день вот что от этого осталось. Параллельно с яблоками здесь, конечно же, была техника, которая собирала урожай в виде хлеба. За вот этим забором здесь стояла как раз техника, комбайны. Все это было свеженькое, все это было новое. Когда приходил август, сентябрь, и наступало время сбора урожая, люди работали посменно, круглосуточно. И днем, и ночью постоянно шла работа. Их кормили по четыре раза в день. Вы вдумайтесь, люди собирали урожай круглосуточно. В общем, здесь кипела самая натуральная жизнь, и здесь была куча рабочих мест. На сегодняшний день что? Яблоки больше невкусные, хлеб больше не нужно собирать. Где работа? Ее есть куча. Вы можете посмотреть даже кадры с коптеров, потому что здесь полно полей. Но на сегодняшний день почему-то это больше никому не нужно. В том направлении были поля, на которых выращивалась клубника и земляника, которые точно так же собирали сотрудники этого колхоза и отправляли ее дальше по нашей стране на продажу. Где жили сотрудники колхоза и сколько их было? Их было порядка 350 человек. Специально для них вот здесь устроили домики, которые по сегодняшнему называются таунхаус на две семьи. И, пожалуйста, здесь жили люди. И они жили, в принципе, в очень хороших условиях. Ты вышел из дома, свежий воздух, самый натуральный, и рабочие места. И вот благодаря таким поселкам раньше все питались хорошими натуральными продуктами. Всегда на столе было настоящее молоко, настоящий творог, настоящее мясо. Было все натуральное. Не было яблок, которые были опрысканы, не пойми чем. А сегодня мы приходим с вами в магазин, мы можем на тысячу рублей накупить себе корзиночку продуктов. Но все это будет самая натуральная химия. Достаточно посмотреть на цены, когда пакет сосисок стоит 25-30 рублей. Какие-то сосиски, что там внутри, одному богу известно. Друзья, где все это? Вот ответьте мне на вопрос. Вот многие говорят, надо развивать? Надо развивать. Но сегодня частники уже сами себе начинают покупать дома, покупают коров, покупают свиней для того, чтобы разводить и кормить себя и своих детей натуральными продуктами. А большая часть населения, к сожалению, в нашей стране, да и в мире в целом, такой возможности не имеет. Но раньше все это было. А сегодня этого просто-напросто нету. Субтитры создавал DimaTorzok Вы спросите, откуда я знаю историю какого-то поселка, который находится в 150 километрах от Москвы, о котором вы наверняка никогда и не слышали. А я вам отвечу. Просто-напросто в этом поселке жил мой отец, жил мой прадед, и вот эти березки как раз сажал мой отец. А за моей спиной дом, в котором жил мой прадед, который участвовал в Великой Отечественной войне, и который был героем, потому что он точно так же получал ранения, как и множество людей, но всю тяжбу войны он пронес на себе. Вот этот дом, в котором раньше он жил, теперь этот дом, конечно же, уже не наш. В нем живут совсем другие люди, и в нем живет уже совсем другая жизнь. А сегодня многие люди жалуются, и сами видите, более старшее поколение просто-напросто здесь доживает свои годы. А молодежь, отучившись в школе, естественно, мечтает уехать в большие города. Все потому, что все хотят развития, все хотят двигаться дальше. С правой стороны от меня остатки яблочных садов, с левой стороны были такие же сады, но сейчас половина из них уже повырубали, и то же самое ждет и эти, дайте только время. В декабре 91-го года развалился Советский Союз, и буквально 3-5 лет и развалился этот совхоз. Прошло 25 лет, и вы сами видите, что здесь разруха, и дальше будет только хуже. А теперь я хочу обратиться к тебе, мой дорогой зритель. Раз ты досмотрел этот видеофильм до конца, то значит, он как минимум был тебе интересен. Я хочу попросить тебя сделать ему оценку, поставить лайк, написать комментарий. Если ты с чем-то не согласен, пусть твой комментарий будет объективен и конструктивен. И самый лучший подарок, который вы можете сделать мне на Новый год, это сделать репост этого видеоролика. Нажмите «Поделиться», скопируйте ссылку и отправьте ее своим друзьям, для того, чтобы этот ролик придался огласке. Друзья, я постараюсь в 2020 году делать больше подобных, информативных, интересных фильмов на разные тематики. Обязательно пишите в комментарии, на какую тему вы бы хотели увидеть подобный видеоролик. На этом я с вами прощаюсь, но это еще не конец, это только начало.